Здравствуйте! В прямом эфире RAD News, время новостей. В студии Алина Серегина. Никол Пашинян заявил, что вопрос анклавов обсуждался в Брюсселе и Мюнхене, но пока не завершен. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе преследственного часа в парламенте заявил, что никакого решения по анклавам не принято. Об этом он сказал, комментируя реакцию общества на его тезисы, озвученные в ходе последней пресс-конференции. По его словам, тема анклавов на политическом уровне существовала давно. Например, есть документ об обмене территориями, датируемый 1999 года. Одна из статей посвящена вопросу анклавов. Вопрос имеет правовую и политическую составляющие. Он сообщил, что в Мюнхене и в Брюсселе обсуждалось, признают ли взаимно стороны существования анклавов, в частности то, что есть Арцвашен, принадлежавший и принадлежащий Армении, ряд анклавов на территории Армении, принадлежавший Азербайджану. Никол Пашен отметил, что на политическом уровне стороны это признали. Однако в правовой плоскости есть дополнительные вопросы по некоторым из этих анклавов. Теперь после фиксации признания сторонами территориальной целостности друг друга возникает вопрос анклавов. Но как только де юре будет утверждаться их статус, появится несколько вариантов решения вопроса. Либо то, что осталось по ту сторону границы, так и останется там, либо есть кто-то из сторон, не согласен с этим. В этом случае придется обсудить иные решения. Глава Минобороны Армении провел обсуждение с послом Франции сотрудничества в сфере обороны. Вопросы армяно-французского сотрудничества в сфере обороны были обсуждены на встрече министра Суренопопекяна с послом Франции Анну Лую. Как сообщили в пресс-службе ведомства, встреча состоялась в среду. Помимо вопросов оборонного взаимодействия, обсуждались также темы и проблемы, касающиеся региональной безопасности. Отмечается, что собеседники высоко оценили нынешний уровень армяно-французского сотрудничества. Также по просьбе посла министра рассказал о ситуации на границе Армении и Азербайджана. Армен Григориан заявил, что в Арцах нужно отправить международных наблюдателей. В Арцах и Лачинский коридор необходимо отправить международных наблюдателей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григориан на международной конференции национальных координаторов по вопросам безопасности, проходящей в Московской области. Как сообщает пресс-служба секретаря Совбеза, в своем выступлении он отметил, что в Лачинском коридоре, который находится в зоне ответственности российского миротворческого контингента, 23 апреля Азербайджан разместил контрольно-пропускной пункт. Григориан подчеркнул, что подобное является грубым нарушением трехстроннего заявления от 9 ноября 2020 года. Эти нарушения показывают, что Азербайджан хочет подвергнуть этнической чистки населения Арцаха. В этой связи Армен Григориан отметил важность создания механизма по обеспечению прав и безопасности населения Арцаха, а также необходимости отправки наблюдателей в Лачинский коридор и в Арцах. Дмитрий Песков заявил, что программа Никола Пашняна начнется в Москве 25 мая. Программа премьер-министра Армении Никола Пашняна в Москве начнется 25 мая. В среду на Евразийском экономическом форуме армянскую сторону будет представлять вице-премьер Махер Кригориан. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков напомнил, что в среду президент России выступит на пленарном заседании в Российском экономическом форуме в концертном зале «Зарядье». Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашнян заявил, что армянская сторона согласилась на проведение трехсторонней встречи в Москве с участием лидеров России и Азербайджана. Никол Пашнян подчеркнул, что соответствующее предложение поступило от российской стороны, и Армения его приняла. Встреча планируется 25 мая. На свалке в Нубарашене еще остаются дымящие очаги. На Нубарашенской свалке на окраине Еревана все еще остаются дымящие очаги. Об этом сообщает спасательная служба МВД Армении. Тушение пожара продолжается. На месте работают семь пожарно-спасательных расчетов. Задействована спецтехника мэрии Еревана, восемь грузовиков, шесть поливных машин и восемь тракторов. Химики из Управления по защите населения и снижению рисков катастроф спасательной службы замеряют уровень загрязнения воздуха. Выяснилось, что содержание кислорода в атмосфере находится в пределах нормы. Работе по тушению пожара мешает торфообразная масса из отходов. Ее глубина в местах возгорания достигает 10 метров и более. Местами тушения проводятся и путем засыпки землей. Напомним, с 18 по 24 мая к работам по тушению были подключены 38 расчетов Ереванского управления спасательной службы МВД, а также несколько десятков единиц специальной техники мэрии Еревана. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!